Я покажу, как работать с иностранкой с теми книгами, которые заранее по нашей просьбе были отсканированы. То есть мы не можем просто так скачать любую книгу из иностранки. Но если за несколько месяцев до вовремя занести книгу в список на сканирование, то вполне возможно. И таких книг вокруг Индии, вокруг Санскрита накопилось уже 150 штук. И мне нужна помощь в этом, потому что я не справляюсь с этим количеством задач. Вот, значит, мы в поиске вбили книгу, ну, собственно, как это выглядело, музыкальные инструменты Индии, да, то есть можно сюда, можно туда. Вот, и, собственно, нашлась книга, видно, что вот есть картинка, значит, она отсканирована, то есть здесь написано вот электронное издание, прекрасно, добавить заказ. Добавить заказ. Сейчас найдем еще другую книгу. У нас тоже на список тех 150 книг, модальные частицы в Санскрите. Так, значит, ввели в поиск, нажали Enter. Вот наша книга. Тоже добавить заказ. Мой заказ. Сделать заказ. Так, значит, надо зарегистрироваться на сайте иностранки. То есть я уже зарегистрирован, но остальным придется зарегистрироваться. Это вполне несложно. Паспорт не требует. Вот, значит, эти обе книги подтверждите. И заказ. Вот у меня в заказе мои книги. Значит, плацаем на мои книги. Вот, уже одна была. Вот, теперь посмотрим. Так, значит, смотрим, сколько снять. 52. 52. 52. Прекрасно. Что мы делаем? Значит, в браузере Chrome мы плацаем на... Запись, честный дес? Мы плацаем на три точечки. На три точечки. И, значит, more tools, developer tools. Это важно сделать. Значит, три точечки. More tools, developer tools. Зашли. Выбрали окошко. По умолчанию откроется elements, а мы открываем network. Вот. И клацаем здесь, значит, в правом верхнем углу находится LQ, low quality, низкого качества. Но если они уже изначально сканированы в хорошем качестве, пусть будет и наши картинки в хорошем качестве. Вот это все движение справа означает, что мой браузер видит, что в нем происходит. А теперь надо внизу пролистать все страницы. Если страниц будет там больше 200, тогда придется делить на части. То есть, например, книга из... То есть, каждая наша страница, она снимает где-то один мегабайт. И файл, если он выше, больше 200 мегабайт, он сбивается. Поэтому больше 200 страниц за раз мы не листаем. Значит, мы как бы делим большую книгу на части. Это маленькая книга, поэтому тут по простому сценарию. И, собственно, листаем, то есть, клацаем. Надо убедиться, чтобы все открылось прекрасно. То есть, это каждая страница, вот JPEG, JPEG, это сохраненная страница. То есть, в общем, библиотека придумала защиту, которую мы в сломании. Да. Вот, дали стали до конца. Жмем правой кнопкой мышки. Вот эту сторону, где вот эта самая все. Этот водопад всего и вся. Save all as hard with content. То есть, нижняя опция в выпадающем меню, которые появляются после нажатия правой кнопкой мышки. А теперь нажимаем левую кнопку мышки. Save all as hard. И вот это изначальное название, которое предлагается, нужно оставить. Оставить каталог, либо файл, ву. М-м-м-м-да. Только путь можно указать. Можно указать не, 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 не. Тот, который изначально, потому что, чтобы распаковать его удобно, значит, чтобы его распаковать удобно. Я сохраняю папку в папку питон. В папку питон. Там был уже старый файл, который я скачивал до этого. Да, поверх него заменяем. Заменили. Сохранили. Теперь надо из этого hard архива достать картинки. То есть, этот скан, это набор картинок. Набор картинок. Значит, я заранее установил программу питон. Питон. Значит, и вот я запускаю эту программу питон. Запустил ее. И, собственно, у меня есть заранее заготовленный файл. Значит, open. Open, open, open. Нам надо не питон 3.8, а питон 2.7. Вот здесь этот файл. Значит, так, да. Здесь этот файл. И, кажется, я нажимаю F5. Нет, не F5. Так что же нажимаю, открыл файл. Folder already exists. Так, может, я нажимаю тут. Так. Так, 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 так. Каталог. Так, что же я нажимаю, and start, start 2. И, так, что же нажимаю. Сейчас. Все дело в том, что я открыл не тот питон. Я открыл 3.8, а 3.8 не работает с этим. Работает только 2.7. А я открыл не тот. Так вот, надо мне не 3.8, а мне надо другой. Питон 2.7. GUI. То есть, с визуальным интерфейсом. Вот. Тут open. Вот. Теперь жмем F5. Клавишу F5. Вот. Теперь мы придумываем, как будет называться эта книга. Так. Ну, значит, это про музыкальные инструменты. Можно тогда просто мус какой-нибудь. То есть, потом красоту наведем. Нажмем Enter. Спрашивают, создать ли книгу, то есть PDF-файл, в конце концов. Ну, пусть будет. Почему нет? Е. Ес. То есть, нажимаем Enter. Создается PDF. Вот. В общем, задача выкачать все эти 150 книг. То есть, complete. Всё. Его работу, свою работу он закончил. Это можно закрыть. Это можно просто пока не смотреть. Заходим в MUSE. И что мы видим? Вот все наши картинки. Их можно посмотреть. И, собственно, наш PDF-файл. По умолчанию он открывается неудобно. Но если файл свойства поменять не на постранично, непрерывно, а двойником титульный лист. ОК, сохранить, выйти и заново открыть. И ещё выставить не просто по ширине, это худший режим, а по высоте. Сохранить, закрыть. То есть, можно было всё это в один шаг сделать. То есть, мы получили прекрасную, чётко, я бы сказал, ну просто супер отсканированную книгу. И тут есть два варианта. Значит, создать текстовый слой по-хорошему в программе ABY Fine Reader. Но так как мне лень сейчас так серьёзно заниматься, то распознавание текста достаточно и встроенного в программу Adobe Acrobat Pro. То есть, это именно программный Pro. Не в обычном Acrobat, а Pro. Вот. Русский, да, здесь русский текст. Вот. И, соответственно, это будет полноценный документ, который можно уже раздавать везде. То есть, изначально иностранка делает ограничения, которые мы снимаем для того, чтобы книги были доступны. Доступны. Вот. Что тут ещё интересного? То есть, книг много. Ну, несколько из них большие, да. То есть, большие. Там надо смотреть. Просто, то программа может зависать, когда она скачивается, если там больше 200 страниц. Потому что, в общем, файл выше 200 мегабайт. Когда сводный файл Хар выше 200 мегабайт, он бывает виснет. То есть, с этим лучше не экспериментировать. Потому что потом, в общем, зачем это надо? Время и силы. Вот. Поэтому, получается, мы как бы частями скачиваем. Вот скачали один раз вот эту папку Хар. Вот просмотрели первые 200 страниц. Скачали первую папку Хар. Хар – это своеобразный архив. Это разновидность архива Хар. Скачали этот Хар. Запустили Python 2.7. Запустили тот скрипт, который специально создан для этой задачи. Разархивировали в той папке, например, в папке Muz. И вывалилась туда вот эти, значит, эти картинки вывались туда. Значит, очистили список просмотра. Значит, то есть у нас тут мы можем очистить. Правая кнопка нажать на этот список и нажать. Clear Browser. Browser Cache. Да, окей. То есть, почистить кэш. Почистишь это кэш. Трени кэш. Как тебе почистить? Clear Browser. Так, можете сразу повесить как-нибудь рядом нажимать. В общем, нам его надо же очистить. Вот он. Эта книга набралась на 38 мегабайт. То есть, 50 страниц на 40 мегабайт. А вот. То есть, это маленькая книга. Беспроблемная. Но там будут большие проблемы. Большие книги, большие проблемы. Потому что вот мы же работаем в хайке. Хайк. 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 Так, так, так. Как же тебя зачистить-то? Ага. Clear. Всё. Значит, сверху в разделе Network есть, значит, иконка Clear. Нажимаем левую кнопку. Всё. Теперь всё чисто. То есть, хорошо. Я покажу тогда на примере большой книги тогда сейчас. Значит, отсюда мы можем выйти. И, собственно, вот наша большая книга. Пураны. Пураны, видите, 1120 страниц. Ну, в общем, я сейчас двигаюсь не в правильной очередности. Давайте вернёмся к началу. Ой-ой-ой. К такому началу, к страшному вернусь сначала. К началу-началу. Так. У меня уже есть в заказе. Ладно, попробуем. Попустите, откуда я вышел. Нет, допустим, это не так легко. Так. Значит. Что если здесь прописать единичку? Так. Значит, вернулись на первую страницу. Вот. И пошли. Значит, кладцаем здесь. Раз. Так. Хайка есть. Да, Хайка есть. Всё. И, значит, кладцаем этот просмотр. Я не помню, надо ли дожидаться, что пока страница точно загрузится. То есть, как бы, если справа там жизнь идёт, то на самом деле это главный критерий. Это главный критерий. Даже если глаза ещё не успели разглядеть, то это не столь важно. Вот. 17, 18, 19, 20. Вот. Вот и так. Собственно, когда вот здесь мы увидим, что приближаемся к 200 мегабайтам, тогда надо будет сделать перерывчик. Ну, сейчас, собственно, это и пройдём. И вот мы пытаемся набрать количество страниц. То есть, где-то 200 должно быть сейчас. Долистаем. То есть, я глазами ещё не успел, оно ещё не загрузилось, но фоново-то оно всё равно всё грузится. То есть, я только кладцаю на эту кнопку вперёд. Даже глазами не вижу. Ну, он потом догоняет. Вот. 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 дойдем 200 страниц посмотрим сколько это мегабайт у нас и таким способом получать перелистываю каждую страницу нам надо обработать но сейчас минимум 150 книг и так эти книги нужны для подготовки новое издание махабхараты и ромаины так 170 мегабайт еще есть у нас место идем дальше 230 так 196 ну да хорошо вот мы дошли до 199 но пусть будет 200 200 отлично дошли до 200 клацаем справа save all ashar значит все полоскар название мы оставляем значит то старое которое содержало книгу по музыку мы сейчас пересохраним вот этот старый хар файл который по музыке мы поверх его сохраняем с сохраняем поверх и вот теперь идем во второй питон во второй питон вот у нас с прошлого раза остался этот самый скрипт скрипт остался можно нажать f5 и ран ран модуль вот он нас спрашивает как мы хотим это назвать ну пусть будет как пик начало название этой книги и enter распаковывает архив хочу ли я создать api нет потому что это ведь не вся еще книга только ее часть поэтому n enter все распаковали а значит закрываем это уменьшаем здесь очищаем и идем дальше и и набираем следующие 200 мегабайт дождусь теперь чтобы он догнался 357 любом случае можно до 400 дайте хорошо пусть и надуматься надумается а вот то есть получается с книгой покрупнее возни побольше но все равно это гораздо быстрее чем сканировать самому а тем более эти книги большинство из них уже давнишние их даже и не купить редко какой библиотека не есть а в иностранке много редкости много редкостей единственное что иностранка не хочет сканировать очень толстые книги как например словари но тоже бывает это и исключение кроме словари и другие бывают интересные книги на свете 115 мегабайт и набираем дальше иначе тем временем фоном у нас распознан распознан уже текст здесь мы можем выделять его можем размечать сохраняем и вот у нас готова книга у нас готова прекрасная книга изумительно сканирована даже фотографии можем закрыть так вот собственно мы уже 200 мегабайт хорошо мы дошли так что мы делаем скачиваем правая кнопка save all hard пересохраняем пересохраняем пересохранили так дальше идем во второй питон нажимаем f5 f5 и нас снова спрашивает как называется называется также если назовем иначе будет проблема epic вот enter значит и можем закрыть и сходить туда проверить что происходит в папке epic тут просто эпично эпично все четко предельно четко хорошо так закрываем идем обратно в наш chrome значит нажимаем левая кнопка на очистить очистить и начинаем заново не заново продолжаем было начинаем наматывать из утром и Продолжение следует... 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 То же самое будет. И получилось, собственно, пол книги. Тут еще не вся книга. У нас там посреди была проблема с харом. Вот свойства. Два никого тут не есть. Окей. Сохранить. Epic. Epic, Epic, Epic. Да, тут все очень эпично. Вот, а чтобы увидеть, как оно все, мы закрываем и заходим сюда. Вот. То, что мы пока выкачали. То есть, мы вот на такую большую книгу, ну, часа два работы с ней. Да. На большую такую книгу часа два надо рассчитывать. То есть, это десятки. Десятки и сотни часов. Пожалуй, все, что я хотел показать. То есть, как мы работаем с библиотекой иностранки, выкачивая книги. Спасибо.